Приветствую вас. Несмотря на то, что число выявленных случаев нового вируса в Грузии превысило 8000, а общее число жертв составило 50 человек, сегодня, 4 октября, низкотарифная и бюджетная авиакомпания Vizir из международного аэропорта Кутаиси выполнил первый регулярный авиарейс по маршруту Рига-Кутаиси-Рига. Итак, после 6-месячного перерыва из Риги в Кутаиси и обратно, с частотой раз в неделю будут осуществляться регулярные авиарейсы. Напомню, что из-за ограничений в стране, продленных грузинскими властями, до 1 ноября этого года в международном аэропорту Кутаиси осуществляли только чартерные и коммерческие рейсы. Российским регбистам в матче Кубка Европейских наций пообещали очень большие премиальные в случае победы над сборной Грузии. При этом сумма очень больших премиальных не называется. Матч заключительного тура Кубка Европейских наций между сборными Грузии и России пройдет 1 ноября в Тбилиси. Сборные Грузии и России встречались между собой 23 раза. И за все это время Россия лишь в одном матче, который проходил в Польше в 1993 году, одержала свою единственную победу над Грузией. Нацдвижение в Грузии назвало певца и актера Бубу Вахтанга Кикабидзе первым номером в избирательном списке. Эксперты считают, что это совершенно несерьезное и неадекватное решение, так как Кикабидзе сторонник нацдвижения, а не политик. А за всем этим стоит Саакашвили, которому на парламентских выборах в Грузии 31 октября ожидает большое фиаско. Грузии надеются, что Армения и Азербайджан проведут переговоры именно в Тбилиси, поскольку все остальные стороны могут обвинить в предвзятости. Россия фактически уже является стороной. У нее есть военные, политические и стратегические обязательства. Имеет хорошее отношение с Азербайджаном, хотя является военным союзником Армении. Президент США Дональд Трамп лечится в больнице военно-морских сил США в предместе Вашингтона. Для борьбы с коронавирусом он принимает ремдесивер. В то же время у его супруги Мелании болезнь протекает бессимптомно. Удачи всем!